Ну вот, мало того, Путин всячески демонстрирует, что войну эту он развязал надолго, и вот речь сейчас идет о подписании закона Путиным, закон о бюджете на 24-26 года, и за год по статье национальной обороны бюджет потратит 10,7 триллионов рублей. Это на 70% больше, чем в 2023, и в 2,3 раза больше, чем в 2022, и в трое выше показателей довоенного 2021 года. Доля военных расходов в бюджете, общий размер, который составляет 36 триллионов рублей, достигнет 29,5%. Треть бюджета на оборону тратил СССР в последние годы. Реально будет еще больше, потому что помимо бюджетных трат, там есть министерские траты, там есть программы региональные, там есть программы еще какие-то. Поэтому на самом деле российские государственные бюджеты, вообще все бюджеты, они полностью милитаризированы. Ну вот, да, национальная безопасность еще, это такая вот статья, куда еще уйдет 3,3 триллиона рублей. Это, соответственно, бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужбы и системы ФСИН. И в последние годы эти траты увеличатся на 163 миллиарда рублей и так далее. Ну я просто добавлю просто в конце, что чтобы достигать таких расходов, надо понимать, на силовой блок правительство пускает под нож расходы на поддержку национальной экономики, финансирование образования, медицины и т.д. и т.п. Вот мне кажется, вот это нужно показать тем, которые сейчас, в том числе и в Европе, ссылаясь на некие анонимные источники, как вот газета Бильд немецкая, говорят о том, что вот начинают склонять Украину к переговорам. Вопрос такой риторический, открытый переговором, кто? Кто там должен сесть за этот стол, если Путин явно не настроен ни на какие переговоры? Ну вот, Путин, видимо, настроен на другие переговоры, которые закрепят его так называемое завоевание территориальное. На этом переговор готов замораживание конфликта. Вы считаете, готов все-таки? Да не просто готов, он мечтает об этом. Но в нем пока мечты не сбываются, к счастью. Не дай бог сбудутся, тогда он будет великим победителем, великим ужасным победителем всех времен народа, победившим НАТО, Америку, Европу, Украину, далее везде. Ну вот, поэтому, конечно, он об этом мечтает. Но единственное, конечно, Украине, на мой взгляд, нанесло серьезный ущерб репутационной интервью Рахабе. Вот тут надо разбираться, либо он сказал неправду, либо, если он сказал правду, то, конечно, это наносит серьезный ущерб самой Украине. Потому что, если действительно Путин был готов тогда вывести войска на линию 23 февраля, то надо, конечно, было с этим соглашаться. Слушай, извините, остальное можно было бы решить путем политического давления, санкций. Геннадий, справедливости ради, я знаю, что и Пастухов Владимир, историк-политолог, и Альфред Кох тоже об этом говорят. Но тут тоже очень много сомнительных элементов. То есть тут нужно тоже дать понять, откуда идет информация. В том числе туда вписались и Маргарита Симоньян, всячески сейчас это тиражирует, и тот же Илья Кива. Это одиозный бывший народный депутат Украины и так далее. И вот так вот, знаете, легкомысленно, как это сделал Кох, на мой взгляд, сказать, что, ну вот, фыркнул он. Рахамия говорит, что вот это было не по конституции, нужно было бы менять конституцию, в которую вписано вообще понятие интеграция в НАТО. Но, опять-таки, это не делается вот так вот росписью пера, это все-таки не Российская Федерация, и, разумеется, речь идет только о воле украинского народа. Поэтому я просто бы призвал быть очень осторожным в оценке того, что сказал Архамия в этом интервью. Я тоже сказал, что надо просто дать определенное, так сказать, какое-то опровержение или подтверждение. Но я все время говорил, что есть три варианта поражения Путина. Три варианта. Вариант номер один максимальный. Украина, где оккупирует всю свою территорию, включая Крым, это все то, что было захвачено в 2014 году. То есть выходит на границы 1991 года. Или там какого-то другого. Когда там были еще парафирный ряд соглашений пограничных. Вот. Это первый вариант. Ну, скажем так, максимальный. Вариант номер два. Деоккупация Крыма. Для Путина это полное военное поражение. Вот полное. Понимаете? То есть что в лоб, что в полбу, для него это один и тот же колоссальный ущерб. И максимальное ослабление режима, который создает одно возможности смены власти в России и устранения всех этих неприятностей, и ужасов, которые несет с собой Россия и всему миру. И третий вариант. Полное поражение Путина. Выход Украины на 23 февраля. 22 года. Это тоже полное военное поражение Путина, которое, собственно говоря, подрывает его режим. Поэтому любой из этих вариантов практически запускает реакцию аннигиляции. Она может быть чуть быстрее, чуть медленнее. Но в целом аннигиляция путинского режима, то есть его уничтожения. Поэтому тут вот что важно понимать. Я просто посоветую, как бы сказать, что я очень хочу, чтобы Украина победила, чтобы поражение Путина было как можно более полным путинизмом, потому что он опасен всей стране и всему миру. Но все-таки надо понимать, что вот цена победы, она есть. И тут никуда не денешься. И даже если Украина освободит те территории, которые были захвачены после 23 февраля, это будет ее выдающейся победой, выдающейся победой и полным поражением Путина. И тогда начнутся деструктивные процессы внутри режима. И вот тогда возникает возможность, чтобы мы все наконец-таки, как страшный сон, забыли вот эту тоталитарную модель путинизма, которая несет кровь в разрушении войны. Вот это очень такой момент. И я абсолютно убежден, что в случае прихода в Россию демократической власти все остальные вопросы будут решены политическим путем. Политическим. То есть без всякой войны, без всяких, так сказать, противоречий, без всякого... Просто они будут, эти территории, возвращены в Украину. При демократической власти. Потому что сейчас российская оппозиция, она вся там на 99% признает границы Украины в 1991 году. Ну, есть декларация берлинская, она подписана, признает Крым украинским и так далее. То есть если еще там раньше были колебания, то сейчас этих колебаний уже нет. И берлинская декларация, которая была подписана в этом году, в мае месяце, в Берлине, там как раз вот эти все пункты содержатся. Полная деоккупация, значит, Крым украинский, передача всех территорий, которые были захвачены после 2014 года и так далее и тому подобное. То есть вот надо понимать, что войну можно закончить поражением путинского режима в России. Если путинский режим в России терпит поражение и власть меняется, то заканчивается не только война, а формируется процесс возвращения Украины на оккупированных территориях. Это тоже важно для понимания, как могут работать вот эти механизмы исторические. И я думаю, что это могло бы спасти многие-многие десятки тысяч жизней. В первую очередь украинцев, которые борются, конечно, там за свою свободу, за независимость, за суверенитет своей страны, борются с мировым злом на переднем крае борьбы вот этого, вот этого глобального конфликта между добром и злом, между диктатурами и демократиями, между свободой и несвободой. Ну вот я просто специально говорю, чтобы просто принимали три варианта полного поражения Путина. Они вот такие, они таковы, они примерно все приводят к одинаковому результату. Ну какой-то, может быть, там полная победа придет чуть быстрее, а, допустим, выход на 23 февраля, там какое-то еще время там будет, когда там Путин будет атакован своими собственными чиновниками, своими собственными элитами, и что-то они с ним сделают, точно.